Микс Ньюс Добро пожаловаться Я хотела спросить Вы слышите меня? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос Я хотела задать вам вот один вопрос Здравствуйте, я по такому поводу Каждый понедельник По сути вашего вопроса первое Пожалуйста, да, ответьте на вопрос Почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов В 10 утра Господин Сидорко, не могли бы вы Разъяснить проблему проверки счетчиков Здравствуйте, вот вопрос такой У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них А как? Вы не могли бы нам посоветовать Я могу очень коротко сказать, что Накоммунальные вопросы Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не домоуправления И даже не жильцов Я понял вопрос В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был Господина Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая Когда долги пристали У меня к вам вопрос А кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон И еще раз Всем добрый день Тем, кто присоединился к радиоболткам Начинается программа Добро пожаловаться И на прямой связи В нашей студии Председатель правления Центра консультации Собственников квартир Сергей Сидорко Здравствуйте Доброе утро Доброе утро И я напоминаю Что телефоны прямого эфира Телефоны по которым Вы можете звонить Задавать любые вопросы Связанные с коммунальными Конечно С коммунальным хозяйством 6 7 212 93 9 6 7 213 93 9 Вы можете писать Также писать нам И на номер 2 3 0 6 1 9 1 Присылать ваши вопросы Мы тоже обязательно Зачитаем в эфире Ну и Наверное Начнем с такой темы Как Все-таки Необходимость Может быть Каких-то Совместных Принятия совместных Решений Жильцами Вот как она может решаться В условиях карантина Когда Ну вот До 25 человек Сейчас разрешены Опять-таки Согранены С необходимостью Дистанции А Понятно что Как правило Жильцы Собираются Где-нибудь В подъезде Там Ну на каком-нибудь Тесном пространстве И Вот Насколько Если необходимость Есть какая-то Принять решение Всем домом По важному вопросу Как Быть в этой ситуации Ну я сразу Отвечу Что в основном Активность Проявляют На собраниях Люди Скажем Среднего и более Возраста То есть Из зоны риска Поэтому Проведение Собраний Практически Невозможно И нецелесообразно И не стоит Рассчитывать На собрание Есть прекрасный Способ Он написан В законе О квартирной Собственности Это принятие Решения Истинным путем То есть Все Разъясняющие Материалы Все пояснения Все обоснования Прекрасно Можно Опубликовать Если есть У управляющего На домашней страничке У кого нет Доступа К домашней странице Можно Совершенно Спокойно Отослать им Бумажный вариант И потом Путем письменного Голоса Ранее Принять решение Такая возможность Законом предусмотрена И мы ее Активно используем У нас Сразу звонок Есть Здравствуйте Доброе утро Здравствуйте Сделайте Только приемник Чуть потише У меня такой вопрос Улица Сауна В принципе Является Практически Остановка Автомобилей Конец Улицы Сауна Напротив дома 34 и 32 32 Кооперативный дом Приехал Аэропарк И Аэропарк И поставили знаки Стоянка запрещена Кто приватизировал И с какими правами Имеют землю Платятся налоги За землю А земля Оказывается Приватизирована Дома построены В советское время Улица В тех времен Кто ее приватизировал По всей видимости Вы Описываете Ту ситуацию Что у вас дом С разделенной Собственностью Когда Права на землю Права на здание Принадлежат Разным Парсом В этом Суде В принципе Согласно Латвийскому Законодательству За организацию Движения На Принадлежащем Ему Земельном Участки Отвечает Собственник Земли Поэтому Если Эта Земля Принадлежит Какому-то Третьему Лиццу Не Собственникам Квартир Тогда Вполне Возможно Что он Заключил Догов С Хирлопарк И таким Образом Пытается Получить Доход От своей Земли То есть Выхода Никакого Платите 45 евро В месяц За стоянку Автомобиля Около Своего Подъезда И на этом Вопрос Ищет Если Земля Частная Я не знаю Какой выход Я еще раз Повторяю Тут надо Разглавляться Но в принципе 5 лет Обратно Построили Новый дом Достал У нас 21 В одним Стоит Большая Огромная Стоянка Сделана Там Никто Не держит Потому что Там Ценники На этой стоянке И мама Не горюет Ну Видите Вы задаете Мне вопросы На которые Я бы не отвечу Обидно Но Большего Я сказать Вам не могу Дальше Надо Ручать Переговорами С хозяином Земли Размотать Землю Что-то Предпринимать В плане Объединения Собственности Пока у вас Будет Раздельная Собственность Такая ситуация Опасность Будет Сохраняться Спасибо И Следующий Сразу Вопрос Здравствуйте Здравствуйте У меня Такой Вопрос В отношении Каждый Дом Везде Палатрии Платит Аварийная Служба На ее Содержание Вот что Входит В обязанности Аварийной Службы И кто Эти Правила Ну как бы Утверждает Да Потому что Возник Вопрос Такой Что Во время Вот Например Как мне Объяснили Если Течет Вода Или Скрип Провод Электрический Это В общественных Местах То Они Только Должны Прийти Выключить Воду Службы И все Правила Работы Ее Определяется Договором Между Обслуживающей Организацией И аварийной Службой Платите Вы Как правило Этот договор Разделяется На абонентную Плату За доступность Аварийной Службы Потому что Нужно Понимать Что Аварийная Служба Это Такая Вещь Она Работает Или Не Работает Но Люди Должны Находиться И Транспорт Стоять Наготове И все Прочее С тем Чтобы Они Могли Выехать И Обеспечить Значит Мы Платим Некий Взлоз За Содержание Вообще Такой Службы А дальше За каждый Вызов Мы Платим В отдельности Таковы Правила Оплаты Да Действительно Обычно Мы договариваемся Так Алло Здравствуйте Пожалуйста Здравствуйте Господин Сидорко Вот Вы Так Любите Все Время На Аварийские Законы Так Сказать Обращать Внимание Вот Я вам Скажу Что Латвийский Закон Об управлении Домами В частности Бедриба Он не работает Мертворожденный Ребенок Вот Вам Пример У нас Бедриба Свой Счет Казалось Бы Управляй Милое Дело А что Получается Валде На 2000 Евро Может Любые Ремонты Делать Свыше Народ Все Проваливает На Собрание Не Ходят А Псауи Все Игнорируют Вот Мужчины Вот И меня Мне Интересует Идеальная Работа Сантехники Не протекание Крыши И так далее Поэтому Я предлагаю Тут Другой вариант Изменить закон И заставить Людей Допустим Вообще Не вмешиваться В управление Домом Какое-то Государство Нужно Процент Отчислений На Ремонты И все И никто Никуда не суется Управляющая Компания За все Делает Или как Германия Хаусмастер Один человек Которому платят Зарплату Который И сантехник И электрик И сварщик И все Понимаете Ну В общем Вы Извиняюсь Сразу Смешали Два закона Есть закон Отдельно Об управлении Жилым фондом Есть закон Отдельно О Берег И товариществах Это два разных Закона Они О двух разных Вещах Это первое Второе Да Та проблема Которую Вы поднимаете Она очень актуальна Значит Наше законодательство Как бы вам не нравилась Ссылка на него Предусматривает Что Принципиальные решения По ремонтам Должны принимать Не Компетентные Инстанции Скажем так Компетентные Люди Ну скажем Которые Не Согласовывают Свои действия С владельцем Кошелька Здесь есть Такая проблема И Очень актуально То что вы сказали Что да Чаще всего И легче всего Вести решение По косметическим Каким-то Проблемам Хотя на самом деле Вы правы В первую очередь Нужно заниматься Коммуникацией С силовыми Констанциями Ну и такого Закона Нужно просто-напросто Искать Согласия в доме Пока согласия в доме Не будет Ничего хорошего Не получится Ну да У меня вот сразу Приходит Какая-то аналогия Как если бы Предположим Вдруг Кто-то За вас Принимал решение Покупать вам Новый костюм Или нет Или там вот Отправлять ли Ваш костюм В чистку Или там Штопать его То есть в принципе Это Да Или в вашем автомобиле Ставить запчасти Не оригинальные Или оригинальные Тоже существенный вопрос На самом деле Проблема есть Но как найти баланс Я бы сказал Так как управляющий Я больше склоняюсь К вашему решению Дайте мне права И я приведу Ваш дом в конфетку Но я понимаю Что это Путь такой Достаточно рискованный То есть он связан С тем Что Если в Германии Может быть Более Платежеспособное Население У нас Просто Ну Получится так Что Не смогут Оплатить Эти все услуги Ну Во-первых Оплата этих услуг Сможешь Не сможешь Понимаете В Германии Тоже Я не думаю Что там У всех Бесконечные Кошельки Открытые Давай Нет Нет на самом Дело в том Что В Германии Немножко Другие Традиции Другие Формы Собственности Там Когда мы Говорим О Германском Опыте О Германии То там Кооперативы Допустим Им принадлежат Дома То есть Они являются Владельцами Они принимают Вещание А люди Там Живущие Они принимают Участие В управлении Но в достаточно Ограниченном Объеме Там Немножко Другая Ситуация В нашей Ситуации Ну так Как есть Но на самом Деле Я ничего Другого На сегодняшний День Не смогу Найти Потому что Сегодня Вот я не могу Понять логики У нас 27 домов Я уже не раз Говорил 10 домов Приняли решение Провели в инновации Живут счастливо И спокойно А 17 Живут счастливо И спокойно И довольны тем Что они Не отказались Как понять Ну а вот Идет время И что Как показывает Практика Кто был прав И насколько Ну не кусают ли Локти Те кто отказались От этого Вы знаете Вот есть вопрос Такой Кто был прав Тот кто достиг Цели Тот и был прав Те кто хотели Получить Виновацию Они получили Виновацию Сейчас они Имеют Достаточно Дешевые Эксплуатационные Издержки На свой дом И считают Себя правыми Ну а те люди Считают Что отказавшись Они реализовали Свои права С точки зрения Дальновидности Или целесообразности Как управляющий Я бы сказал Они не правы Но это я сказал А не они Они считают Что они правы Но пойдет Пойдет время Скажем Действительно Будут расти Расходы На содержание Квартиры Там будут Расти Проблемы У дома Не Начнут ли Люди Сожалеть И потом Даже предъявлять Претензии Что же Вы нам Не объяснили Не рассказали Что Никто сам себя Не обвиняет В опрометчивых вещах Обычно Какие-то Внешние обстоятельства Виноваты Начнут Ну а что тут сделать Ну на сегодняшний день Понимаете На сегодняшний день Надо было бы иметь Так как в Германии В Германии Передачей Жилого фонда На периодизацию Восточной Европы Его сначала Реновировали А потом уже По рыночным ценам Отдали Новым собственникам Кто захотел Или тем Кто будет эксплуатировать Ну на условиях Арендного жилья Это В Германии Поступили так Государство Модернизировало дома А потом Передало их Уже собственникам А у нас Все возложено На собственника У каждого собственника Свой уровень Понимания Кстати Вон говоря Про арендное жилье Насколько Ну говорят о том Что Сейчас Из-за Надвигающегося Экономического Кризиса Может быть Придется Тем Кто сдает Квартиры Снизить Цены Вот Насколько Вот вы видите Здесь Какие-то Опасности Того Что Ну Соответственно Собственник Получает Меньше денег У него Меньше Возможностей Скажем Вкладывать В эту квартиру И так далее Ну Здесь Нетрудно Предсказать Потому что На самом деле Аренды Всегда Идет Немножко По-другому Коммунальные Плюс Арендная Оплата Так Обычно Звучит Коммунальные Коммунальные 7 212 93 9 6 7 213 93 9 Телефоны В нашей Студии Вы можете Звонить Вы можете Присылать Ваши Вопросы На Ватсап 2 3 0 6 1 9 1 Сергей Сидорко Председатель Правления Товарищества Центр Консультации Собственников Квартир С нами На Прямой Связи Вот Лето Обычно Это время Ремонтных Работ И Насколько Здесь тоже Вмешался Коронавирус Насколько Могут Затормозить Какие-то Новые Там Не знаю Правила Ограничения Того Что Вот Всякие Ремонтные Строительные Работы Ну В первую Очевидь Наверное Будет Сложно Вообще Каким-то Образом Вещать Вопрос По Ремонту Внутри Квартиры Если Это Связано С Ремонтом Коммуникации Внутри Квартиры Если Это Связано С Ремонтом Общих Коммуникаций Заходом В квартиры Здесь Неясно Как Работать Потому Что Еще раз Повторюсь Наши Организации Не Включены В список Организации Вед Служб Которые Могут Получать И Покупать Средства Повышенные Средства Защиты И поэтому Здесь Я думаю Что Вот Эти Работы В этом Году Мы Сможем Вести Только После Полной Отмены Карантина Все Работы Связанные С Внешним Контором Можно Вести Кепер Там Не требуются Какие-то Особые Средства Защиты Там То Что Люди Это Вопрос Исполнителя Работ Если Допустим Ремонтные Работы Крыши Или На Стенах Ну Какие Там Это Уже Исполнитель Работ Строительная Организация Применяет Меры По Обеспечению Дистанции Между Работниками И так Далее Это Это Реализуемо Это Сегодня Реализуется Здесь Я не вижу Большой Проблемы А вот С работами Которые Связаны Внутри Здания Да Здесь Будут Проблемы Насколько Тогда Если Вдруг Эти Работы Например Связанные С Выполнением Всех Ну Вот Необходимых Ремонтных Работ Их Придется Откладывать На Время Пока Не Закончится Ситуация С Коронавирусом Или Здесь Придется Как-то Полагаться То есть Это Может ли Человек Например Ну Владелец Квартиры Просто Запретить Входить В квартиру Считая Что это Нарушает Его Безопасность Пока Карантин Не Закончился Я думаю Что не Только Владелец Квартиры Но И Мы Сами Я Уже Неоднократно Говорил Мы Сами Тоже Не Риснем Без Какой-то Ну Чрезвычайной Ситуации Ну Если Лобного Труба Там Которая Относится К Общему Имуществу Дома И там Ничего Сделать Нельзя Но Тогда Будут Прорабатываться Какие-то Ну Специальные Меры Безопасности Может Попросим Этих Жильцов На какое-то Время Покинуть Помещение Пока Люди Будут Работать Потом Соответствующие Дезинфекции И так Далее Я Даже Мне Очень Трудно Сказать Потому Что На самом Деле Какого-то Регламента Я не Видел Что Делать В Такой Ситуации Здесь Обоюдная Опасность Здесь Можно Это Зайти И Заболеть Тоже От того Что Может быть Верно Съезд в квартире Твояко И не очень Понятно Как надо Правильно И грамотно Действовать И Если Например Действительно Квартира Где Находятся Или Люди Зараженные Ковид 19 Или Например Находящиеся На карантине Поскольку Они контактировали С людьми Там Зараженными Вот Эти Квартиры Практически В них Доступ Ну Получается Вообще Перекрыт Без Свет Специальной Защиты Конечно Без Свет Специальной Защиты Но есть Свет Специальной Защиты У медиков Есть У Соответствующих Служб Тоже Не Есть Ну Там Комбинезоны Там Испираторы Высок Ну Есть же Свет Защиты Работают Люди Но в данном Случае Это Не про Стандартное Домоуправление На сегодняшний Обычные Двор Я слышал Что некоторые Фирмы Которые Занимаются Ремонтами Они Каким-то Имеют Если Да Они Могут Оказать Такую Услугу Но это Очень Чрезвычайная Ситуация Слава Богу Если так Можно Скать У нас Кооперативе Еще Такой Потребности Не было Но Если Будет Это Очень Сложно Будет Решить На мой Дворники Например Там У них Есть Какой-то Специальный Не знаю Регламент Мы Попираем Время работы Такое Чтобы Они Минимально Контактировали В моменты Ну Работали В моменты Потока Людей Там Что-таки Социальные Контакты Можно Ограничить Особых Средзащиты Мы Не представляем Перчатки Это Обязательно И На этом Ну И Спецодежда Больше Ничего Ну Плюс Дезинфицирующие Средства В неограниченном Количестве 67212 93.9 67213 93.9 Телефоны В нашей Студии Программа Добро Пожаловаться Задавайте Ваши Вопросы Пишите Их Ватсап Ну И Действительно Вот то что Сейчас Вот эта Чрезвычайная Ситуация Она Закрытые Границы Разъединила Людей В принципе Ведь Наверняка Ну Сейчас мы Примем сначала Звонок Здравствуйте Здравствуйте Значит Прошлой неделе Была На радиостанции Журналист Абова Наталья Она Сказала Что Я так понял А старший По дому Вот у нее Были претензии К управляющей Компании Деньги Забирали Ничего Работы Не проводились И накоплений Не было В доме То есть Она говорит Что это Мошеннический Бизнес Открытый Текстом Да Вы это Вы это Не хотите Слушать Я понял Что вы Как бы Защитник Жимцов На самом деле Вы только Рекламируете Реновацию И Все реплики По поводу Того Что Управляющие Компании Занимаются Просто Воровством Что-то Бизнес Такой Непрозрачный Да Вы это Не хотите Слушать И отвергаете Постоянно Почему так Ну Ну Давайте Начнем С самого Начала Я слушал Интервью Госпожи Абовой Такого Утверждения Прямо Что все Мошеннический Бизнес Я не слышал Потому что Здесь уж Получается Так Если все Это Мошеннический Бизнес И то Управление Которым Занимается Госпожа Абова Наверное Тоже Можно Считать Так что Такие Огульные Рассуждения Вряд ли Наверное Имеют Смысл И Я никогда Никого Не защищаю Бизнес Этот Или Процесс Управления Домами Он достаточно Прозрачен Разговоры О том Что он Не прозрачен Они Появляются В случае Если вы Выбрали Некомпетентную Управляющую Компанию Пытаетесь Привести Ну Как Сказать Разум Или Не можете Договориться С управляющей Компанией Потому что Не всякие Такой конфликтной Ситуации Она является Признаком Мошенничества Из того Что я знаю Может быть Вашим Поделитесь Конкретными Примерами Значит Следующий вопрос Такой Управлять Домами Все равно Надо Никто Не будет И нет Такого Святого Человека У которого Есть Индульгенция От Господа Бога О том Что он Честный В любых Действиях Управляющих Можно Что-то Заподозрить С чем-то Не согласиться А наша Специфика Психологии Такая Если ты Делаешь Не так Как я хочу То ты Плохой Человек Поэтому Давайте Рисходить Из другого Я никого Не защищаю Есть Конфликтные Ситуации В том числе И с Управляющими Компаниями Но есть Законодательство Которое Позволяет Вам Менять Управляющую Компанию Но есть Еще один Нюанс Сколько Таких Кто хочет Менять Столько Этих Активистов Если Вот Один Два Активиста И с ним Остальные Не согласны И он Все время Постоянно Будеражит Что Вот Эти Вот Они Такие Плохие Хорошие Никто Спорить С этим Не будет Но У меня Предложение Если Вы так Считаете Выйдите На Собрание Дома И предложить Заменить Управляющую Компанию Закон Это Предусматривает А Разговоры О том Что Кто-то Плохой Кто-то Хороший Ну Они Для Собрания Там Можно Алло Да Пожалуйста Господин Сидорко Сделайте Тише Сделайте Только Тише Радиоприемник Да Да Есть Жульнические Вот У нас Была Жульническая Реал Эстейт Вот Она Не платила За Рига Силтумс Рига Удинс Целый Год И нам Рига Силтумс Значит Больше 30 тысяч Счет Выставил Вот А Удинс Молчала Даже Так Мы Значит Создали Бедребу И Прогнали Эту Компанию И сейчас Управляем Бедребом Вернули Все эти Деньги Слава Богу Но Дело В другом Я вот Уже Вам Звонил Вначале Значит У нас Есть Проблемы У нас Есть Деньги А решить Ничего Не Можем Люди Не ходят На Собрания Регинорируют Аптауи А что Делают Только Страхуют Квартиры И причем Приходят Из страховой Компании Значит Ремонт На 100 Евро А пишут 2000 Евро Вот И Бедребы Деньги Снимают Вот так А ремонт Сантехники Никто Никто Не Хочет Делать Спасибо Что Нам Делать Ну Вот Видите Отличный Ответ Предыдущему Товарищу Оказывается Можно Менять Управляющие Компании Можно Наводить Порядок И Это В руках Собственников Да Действительно Я еще раз Повторюсь Принятие Коллективного Решения Это Проблема Это Проблема И Проблема Сегодня Взаимоотношения С С С Страховщиками Страховщики На сегодняшний день В очередной раз Идут по принципу Такому Если что-то Случилось Виновата Обслуживающая Компания Потому что Если есть Обслуживающая Компания То в теории Ничего не должно Случаться Такова позиция Я сам сейчас Служусь с ними Уже Не первый раз Потому что Да Ответственность В случае Если Давайте Посмотрим На это так По логии Если Если вы Проинформировали Собственников Квартиры О том Что у них Проблема Ну скажем С внутренними Трудопроводами Так я понял Ваши Значит В этом Случае С момента Когда вы Зафиксировали Факт того Что вы Проинформировали Предложили Собственникам Профинансировать Ремонтные работы Ваша Берлиба За дальнейшие Все Если Собственники Или Проинформировали Ваше Предложение Или Отказались Вести Ремонт Они Собственники В этом Случае Должны Разбираться Между Собственниками Кстати Страховая Компания Тогда Должна Разбираться Исходя Из этого Ситуации Что Собственникам Было Предложено Единственное Кто может Решить О ремонте Это Собственник Ну и Между Собою Ребята Разбирайтесь И В этом Случа Страховщики Вообще Не должны Были Выплачивать Никакой Компенсации Предложить Разобраться С собственником Между Собою Потому что Собственники Проинформировали Но Как правило Страховая Компания Поступает По-другому Ну здесь Пока Определенные Практики Судебные Как Поступать Сегодня Идет Как раз таки Идет Разбирательство До Верховного Суда По этому Вопросу Будет Наверное Трахтовка Но Опять таки Если мы Обращаемся К закону Наша Обязанность Управляющих В данном Случа Вашим Бедребе Доказательно Информировать Собственников О проблемных Местах И Возможных Последствиях И предлагать Путь решения И если они Отказываются Они принимают Ответственность Ну получается Действительно Когда Человек Вот У человека Есть свой дом Он о нем Заботится Он понимает Что он несет За него ответственность И здесь Как-то все ясно Когда дом Многоквартирный То тогда Вот все время Возникает Этот сложный Действительно Механизм Принятия Коллективного Решения Потому что Есть Часть людей Просто неактивная Есть часть людей Которая Пытается Уйти от проблем Как страус Спрятать голову В песок Вот Здесь Каждый Я понимаю Дом решает По-своему Эту проблему Есть где-то Инициативные люди Которые Берут на себя Ну Ответственность Они убеждают Других людей То есть Это вот Слава Богу Если такие есть А если нет То тогда Вот что Дом обречен Получается Ну Да В определенной степени Да Потому что В таких домах Где люди Не принимают Решения Ну что происходит Пока ситуация Не накаляется До Скажем Ну Аварийной Тогда вмешивается Управляющий Когда уже Авария И фиксируется Что это Аварийная ситуация Но управляющий Вмешивается И волевым решением Устраняет Аварийную ситуацию Ну и локально Ремонтирует Тот участок Который Наиболее Подвинул И подвержен риску Но это опять-таки Это такое Частичное решение Вопроса Да Это вопрос такой Который На сегодняшний момент Не решен Не решен Причем Если вы начнете Его вот Силовым методом Решать То есть Вот Вроде бы Логично и правильно Взять и принять Решение О том Что вот давайте Мы его трубы Поменяем Очевидно Что они уже Больше служить Не могут Но в этой ситуации Тут же возникнут Товарищи Которые скажут Что это Боровской бизнес Что сделали Не так И не тогда И не тогда И вот как это решение Тоже не очень Понятно А это Ну вот здесь Есть Здесь есть Невещенный Вообще Вопрос Это Это вот Я бы сказал Так Это отягощение Квартирной Собственности Приобретя Собственность Вы приобретаете Еще и Соседей И вот здесь Начинается Проблема Да Здравствуйте Добрый день Пожалуйста Добрый день Скажите пожалуйста Может ли Председатель Кооператива Единалично Вводить Новую должность И принимать Новых работников Без решения Собственников Квартиры Или даже Общего собрания Членов Кооператива Это первый вопрос И второй вопрос В период Чрезвычайной Ситуации Может ли Председатель Направлять Письма Собственникам Квартир Для того Что он Значит Придет Обследовать Значит Общую Собственную Ну Условно От какого-то Жильца Да И Создает Комиссию Специально Вот В период Чрезвычайной Ситуации Ну Относительно Может ли Председатель Вводить Новые должности Ну Все зависит От того Какой у вас Договор Между Кооперативом И собственниками Квартир У нас Допустим По внешнему Управлению Является Воспроведительным Органом Оно Овешает О штатном Расписании Здесь Проблем Я не вижу Потому что На самом деле Собственники Должны Получить Определенный Пакет Услуг Для этого Выделяют Деньги На сограниях Своих домов А дальше Уже Управление Как Лицо Ответственное За то Чтобы Обеспечить Собственников Этим Пакетом Который Был Оплачен Оно Уже Решает Сколько Людей Для чего Нужно И Все Дальше Зависит Вы уже Дальше Должны Решать Не потому Сколько Каких Людей Работает А Насколько Эффективно Выполняется Ваш Заказ Относительно Может Или нет Представитель Условия Карантина То есть Социальные Станции Средства Защиты И так Далее Ну Конечно же Надо Соблюдать Правила Нельзя Сейчас Тогда Когда Там Нельзя Больше Чем На 2 Квадратных Метра Каждый Должен Стоять Радиус 2 Квадратных Метрах Ну Что Давайте Смотрите Как Это Да Пожалуйста Добрый День Добрый День Хотел Спросить Такой Вопрос По поводу Мусоропровода Вот дом Многоэтажный И Управляет РНП Вроде бы В прошлом году Говорили о том Что с нового Года Будут закрыты Мусоропроводы Действует Это Сейчас Вступило В силу Или нет Эта Норма Прописана В обязательных Правилах Афганической Думы По Обслуживанию Мусора Она по-моему Вступает В силу С 21 Года Но Зачем Это делается Мне не очень Понятно Под условием Того Что мешает Сортировать Мусор Как это Может Мешать Сортировать Мусор Мне непонятно С одной С другой Страна Если Мусоропроводы Не содержится В должном Санитарном Порядке Я могу Сказать У нас Они работают У нас Они не создают Проблем Никаких Санитарных Для населения Зачем Их сносить И после Этого Открывать Доступ Кому Не попадя В помещение Контейнерных Это достаточно Опасное Проприятие Не знаю Зачем Понятно Спасибо Значит Ориентировочно С 21 Года Да И вот Кстати На эту Тему То есть Получается Что Это Обязательное Решение То есть Даже Если Собственники Квартир Решают Что Им Нужен Был бы Им Удобнее Пользоваться И что Они Разделяют Мусор И Выносят Там Пластик Отдельно А Туда Только Пищевые Отходы То есть Это В любом Случай В 20 Вы знаете Я Не прорабатывал С свидетельствами Этот вопрос Насколько Это Все Вообще Чему-то Соответствует Потому что Фактически Происходит Так Мы Взяли Волевым Решением Исходя Из мнения Господина Пуца О том Что Мусоропровод Это Фу Значит Взять И их Уничтожить Но Опять Так Мы Должны Были Уже В В прошлом Году В случае Массы Поджогов Контейнеров В контейнеров В этих Помещениях Где они стоят И это Жуткое дело Это страшное Страшное дело Потому что Там же Это Мусоропроводная Труба Это Когусальный Дымоход По всему дому Планы Летит Это первое Зачем Делать Открытыми Этими площадками Или Выкатывать Из закрытых Площадок На тротуар Контейнеры Поскольку Их поставить В общем-то Нет В этих домах И было Посмотрено Что контейнеры Будут стоять Внутри Но Мне не очень Понятно Меня это Не убеждает Насколько Это законно Вообще Что кто-то Берет И говорит А ты Своей собственности Сломай То и то Вот в том Ты делал Да Это ведь Собственность Жильцов Это собственность Жильцов И они Можно выдвинуть Я понимаю Какое-то требование По содержанию Да Конечно А вот Так вот Заткать И сказать Ну давайте Заколотим Все окна А тут Там они Вот Ты у тебя Окно открыто И ты мешаешь Сорвать Музыка Это же прекрасный Пожалуйста Сделайте радиоприемник Потише Вы очень в фонете Потише Извините Да Пожалуйста Вы в эфире Ваш вопрос Здравствуйте У меня такой вопрос Планируется ли В Латвии И конкретно В Риге Сделать Руководство Отоплением Конкретно Чистые Хозяевами Квартир Например У меня Ну как В Финляндии Например У меня Например Торцевая квартира И у нас Мы замерзаем Просто сейчас С 5 С 5 Числа Отключили Отопление Где-то Внутренние Квартиры Может быть им тепло А у нас Просто Как вообще На улице Теплее Чем в квартире Планируется ли Вот сделать так Как в Финляндии Я захотела Я открыла Кран И Отапливаю Свою квартиру Отдельно Всего дома Ну Во-первых Да Что-то у нас Со связью Приключилось Плохо слышно К сожалению Да Связь Прервалась К сожалению Да Пожалуйста Здравствуйте Добрый Здравствуйте Да Я повторяю вопрос Свой Я слышал Вопрос Я извиняюсь Просто у меня что-то со связью Произошло Значит я могу ответить Так Для этого не надо Ехать в Финляндию На сегодняшний день В Латвии доступны Что-что Да Я знаю Что там Человек захотел Да 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 Сейчас Вам сейчас ответить Да Значит В Латвии На каждой квартире Устанавливаются Регулирующие аппаратуры Подача тепла Идет И учет потребления Тепла В каждой квартире Он тоже Ведется Поэтому В принципе Отключать отопление Нет смысла На самом деле Каждая квартира Потребляет столько Сколько Такая вещь Если она сегодня Вполне может быть Внедрена Если есть Соответственное Вещение Собственников Квартир Конкретного дома То есть Такая технология Доступна Никаких специальных Разрешений Не надо Нужно сделать проект И реализовать Ее В конкретном У нас Где-то порядка В 10-11 домах Это реализовано Работает Никаких проблем Не представляет Второй вопрос Сколько Вообще Имеет Смысл Вот эта Постановка Вопроса Отключения Отопления Мы допустим До сих пор Не отмечали Отопление Мы просто Пользуемся тем Что на домах Стоит автоматик Мы сейчас Перевели Режим Работы Автоматики Ну в такой Практически Спящий режим Отопление Дома Подтапливается И думаю Будет Подтапливаться Как минимум До конца недели В таком Спящем режиме То есть Если температура Снижается Ниже 5-6 градусов То в этот момент Включается Отопление На этот период То есть Ночью Чуть-чуть Подтапливаем Этого хватает Чтобы быть Отключать сейчас Отопление Я считаю Еще рано Потому что Посмотрите Прогноз погоды До конца Этой недели Как минимум Ночью Ночью Нем-1-2-3 градуса И днем Тоже Не жар Поэтому Отключать Отопление Не Здравствуйте Пожалуйста Уже Последний Вопрос Скажите Это я Опять Звоню Скажите А у нас Дом Улица Месема Принадлежит Ригаснаму Парвалдник Управляющей Как мы Можем Это сделать Через Ригаснаму Парвалдник Точно Так же Собрать Собрание Принять Вещание И Повлечить Ригаснаму Парвалдник Подготовить Проектную Документацию И реализовать Проект То есть У вас Никакой Разницы Нет Между Другими Домами И вами Вам Надо Просто Управляющему Дать Соответствующее Повречение И выделить Финансирование Это все Делается Это не новость Это уже давно Технология Спасибо Большое На самом деле Время Наше Уже Закончилось Программа Добро Пожаловаться Спасибо Большое Мы говорим Всем тем Кто дозванивался К нам В студию С нами На связи Был председатель Правления Товарищества Центр Консультации Собственников Квартир Сергей Сидорко Спасибо Вам И до встречи Следующий Понедельник Всего доброго Продолжение следует Продолжение следует...